Привет! Мы Женя, это Наташа. Мы разрабатываем интерфейсы Яндекс.Поиска. И сегодня мы расскажем вам, как именно у нас организован процесс. И Женя начинает. Зачем мы вообще решили делиться всей этой информацией? Мы долго страдали и налаживали вообще работу так, чтобы у нас получилось работать эффективно. Наш опыт слегка специфичный, расскажу почему чуть позже. Поэтому не уверена, что все из того, что мы расскажем, будет полезно каждому из вас. Но некоторые практики наверняка можно взять на вооружение в любом случае. Поэтому, внимание! Какие цели мы преследовали, когда решили, что пора перестраивать процессы? Самая важная задача, которая стояла перед нами, это релизиться чаще. Раньше наши релизы могли длиться месяцами. Ну ладно, я утрирую. Плюс мы не всегда могли вовремя катить важные ходфиксы. И да, наша команда неуклонно росла. И нам нужно было делиться знаниями о проектах внутри команды. Значит, да, тут вот наши основные цели. Это, во-первых, быстрые релизы, как следствие стабильный DEV, чтобы в любой момент можно было отвести релизную ветку и выкатить все это впрод. Плюс, да, была важная цель уметь вовремя делать критичные задачи, не отвлекаясь на какие-то постоянные проблемы. Значит, расскажу немножко про проект и про команду, которая этим проектом занимается. Всего нас 39 человек. Мы сидим в шести разных городах, и при этом у нас даже есть разница во времени с некоторыми из них. Поэтому, да, есть некоторые проблемы. Что же мы делаем? Мы делаем серп. Все знают, что такое серп? Да? Окей, это серп? Из тех, кто знает. Нет, это не серп, это морда. Вообще серп расшифровывается как страница выдачи результатов поиска, и в Яндексе серп — это вот эта страница. Напрашивается вопрос. 40 человек разрабатывает одну единственную страницу. Не многовато ли? Нет, не многовато. Наши разработчики делают много разных крутых новых ответов. Например, есть такие ответы, они называются колдунщики. Здесь есть колдунщик авто, и есть колдунщик картинок, например, по запросу ауди. Количество колдунщиков растет просто с геометрической прогрессией. Все сервисы, которые появляются в Яндексе, хотят иметь интеграцию с серпом, и мы их в больших количествах пилим. Плюс мы хотим реагировать на важные события, которые происходят в обществе, и запускаем всякие интерактивные ответы, классные там колдунщики расписания. Вот, например, по формуле 1, по запросу формулы 1, когда эта формула проходила, мы имели вот такую выдачу, где можно было посмотреть все. Плюс мы разрабатываем серп под три платформы, дисктопы, планшеты, смартфоны. И да, мы тянем весь багаж старых браузеров, потому что мы ценим их наших пользователей, независимо от их возрастной категории. Но недавно наконец-то у нас появился серп для совсем старых браузеров. Это бабуля, кодовое название. Про него рассказывал на своднике Андрей Черепаха. Посмотрите доклад, если интересно. Там много полезной информации. И да, проблемы, с которыми мы столкнулись. Вот они. Кто знает, что такое автобусное число? Маловато. Разработчики серпа, пожалуйста, не поднимайте руки. Автобусное число — это количество разработчиков, от которых держат проект в своих руках и от которых все зависит. То есть, если, например, этих людей по дороге на работу собьет автобус, без них проект существовать не сможет. Никто не сможет его поддерживать и развивать. Да, у нас это автобусное число было довольно маленьким. Все занимались своими задачами. Каждый был силен в своей области. И мы поняли, что это неправильно. Так быть не должно. Все должны быть универсальными солдатами. Да, для этого мы пытались научиться быстрее распространять информацию о проекте, о коде. Плюс у нас, да, была проблема с нестабильным девом. Мы не могли быстро катить релизы, потому что в деве были баги. Ну, наверное, как у всех в какое-то время. Как мы решали эти задачи? Про коммуникации. Тут вообще, наверное, проще некуда. У нас сейчас есть основная рассылка, в которой пишутся все новости, все нововведения проходят в любые холивары, любые предложения пишутся тоже туда. Там все эти 40 человек общаются. Конечно, это не подходит для быстрого общения. Обычно, если тебе нужно вот сию минуты достать конкретного разработчика, для этого мы используем джаббер. Ну, телефон тоже приветствуется. Нам кажется, что важно, чтобы ты чувствовал, что ребята из соседних городов сидят вот рядом. Не нужно бояться им написать, нужно знать их в лицо и чувствовать, что они на расстоянии вытянутой руки. Для этого мы поставили в нескольких офисах видеоокно. Это просто телек с вебкой. Любой офис пока не видит все офисы, но мы стремимся к этому. Мы можем подойти, пообщаться практически вживую с ребятами из другого офиса. Это вообще очень классная штука. Раньше задумывалось просто как фан, а стал работать очень эффективно. Ну и при этом, естественно, мы любим ездить друг к другу в командировки, особенно летом в Симферополь. И любим проводить внутренние конференции. Они у нас бывают совершенно разных масштабов. Есть небольшие, например, в своей московской группе мы проводим, у нас это называется среда. В среду каждые две недели мы собираемся, смотрим какие-то видеодоклады полезные, либо кто-то из ребят рассказывает что-то небольшое, новое, интересное. А более глобальные вещи мы обсуждаем всей-всей большой командой со всеми городами раз в два месяца. Это называется у нас кровавый четверг. Любой разработчик может подготовить доклад на любую тему иногда, эти четверги тематические. И докладов, да, получается достаточно много. То есть 40 человек каждые два месяца готовят 6-8 докладов. И мы очень много холиварим на этих встречах. Это вот прям классное решение, которое помогает решать такие вопросы, в которых нужно именно живое общение. Не до всего можно договориться в рассылке, например. Как мы еще обмениваемся опытом? Ну, все знают, никто не любит писать документацию. Мы тоже не любим, но пишем. На нашей вики описано все. И если там чего-то не описано, и ты об этом узнал, твоя обязанность написать на вики. Святой долг. Поэтому там собраны инструкции на все случаи жизни, полезные советы. И как бы чаще всего любой вопрос, особенно когда к команду приходит новичок, он ответ на свой вопрос может найти на вики. и просто прочитав вот эту тонну документации, когда он приходит там в первый день, он уже будет иметь представление о том, что у нас происходит и где что искать. Еще мы в рамках групп в городах встречаемся каждую пятницу. Нет, не побухать, а обсудить проблемы. Да, мы делимся болью, жалуемся на менеджеров, например, или дизайнеров, и спросим друг у друга советы, рассказываем, что нового делаем в рамках своих подкоманд. И это такое ценное время, когда можно выговориться, найти поддержку, ну и на самом деле поделиться новыми классными вещами, которые были сделаны. Ну и, по-моему, конечно, это основополагающая часть обмена опытом. Да, нужно читать чужой код, нужно делать это постоянно. Мы делаем это через код-ревью, про него мы подробно расскажем вот прямо в отдельном разделе. Итак, как же мы планируем наш огромный скоб задач? Обычно раз в год, 31 декабря, мы ставим цели на ближайший год. Это могут быть какие-то, не знаю, цели по захвату нового государства, например, то есть взять и поднять серб в новой стране и, не знаю, занять там 90% рынка. Ну, обычно такие цели не ставятся, конечно. Может быть, могут быть какие-то небольшие цели, при этом под эти цели собираются команды. Команды могут быть любых размеров, от одного человека до десяти, и сами команды уже внутри своих, мы называем эти команды контурами, внутри этого контура команда планирует задачи так, как считает необходимым. При этом, чтобы люди не делились вот опять на эти группки, которые каждый занимается своим, мы ротируемся между этими контурами и, в общем-то, в течение года меняем несколько таких направлений. Что еще? Как внутри? Внутри контуров планирование проходит очень по-разному, но, наверное, это немного напоминает все скрам. Мы по большей части в начале недели оцениваем задачи все вместе и расставляем приоритеты, ну, и что-то себе забираем на неделю, в конце недели рассказываем, соответственно, что вышло, что не вышло, как бы меняем приоритеты, меняем вес, переоцениваем, ну, и, соответственно, так по кругу происходит. И вот вы в понедельник пришли на работу, у вас есть скоп задач, как бы вы берете верхнюю и начинаете с ней работать. Тут мы расскажем, какого флоу мы придерживаемся, почему мы всегда вливаем в дев задачи через pull request и зачем, собственно, нам нужно ревью в таком огромном количестве. Так выглядит репозиторий серпа. Мы используем свой внутренний гитхаб. Что тут интересного можно увидеть? Ну, например, 12 тысяч коммитов и 49 форков. В чем бы это нам говорит? Каждый разработчик у нас разрабатывается, имеет свой форк и в нем разрабатывается, в нем поддерживает порядок. К этому мы пришли путем долгих страданий. Раньше у нас был общий проект, мы все туда коммитили и периодически кто-нибудь перетирал дев, работа останавливалась. В общем, мы страдали. Но это было до того, как можно было запретить, не знаю, force push в дев только в одной ветку. Мы уже после этого перешли на схему с форками. Сейчас, как известно, можно запрещать force push какие-то конкретные отдельные ветки, но мы, в общем, по привычке работаем так. Плюс это полезно тем, что наш репозиторий выглядит чистым, аккуратным. У нас есть там один стабильный дев, и в основном репозитории только отводятся релизные ветки. Значит, про форки я уже рассказала. Каждая задача разрабатывается в фича-бранче, и как только работа на задачи завершена, мы делаем pull request в дев основного репозитория. Pull request выглядит вот так. Что тут интересного? Вся информация в описании pull request сгенерирована автоматически при помощи TeamCity. Здесь для удобства генерируется ссылка на задачу в Jira. Это делается по заголовку pull request. Есть автобеты. Автобеты — это беты, поднятые на виртуальных машинках для всех платформ. Ну и, соответственно, отсюда можно запустить пересборку, не переключаясь в новую вкладку, не переходя в TeamCity. После того, как сделан pull request, мы переходим к стадии код-ревью, и про это вам уже расскажет Наташа. Ага. Ну, кстати говоря, многие ли из вас используют код-ревью в своих командах? О, классно. А вы зачем? Во-первых, мне кажется, что все должны понимать, что ревью, выполняемое только одним человеком, там, руководителем, например, это плохо. У нас ревьюят все, всех и любую задачу. Это обязательно, это часть нашей работы, и ты в день можешь там по несколько задач по-ревьюить, в принципе, твоих коллег. Дальше, по нашим правилам, обязательно получить два одобрения, не меньше двух. Ну, задачу может ревьюить там больше, конечно, но ты можешь забегать тоже в любой вообще совершенно pull-request, накидаться там какашками и получить за это. Так, и еще обязательно, мне кажется, стоит фиксировать ваш код-стайл, чтобы не отвлекаться на ревью, на него. Также ревью помогает находить проблемы, на более ранних этапах какие-то там ошибки, которые ты не заметил. Часто даже приходится переписывать полностью первоначальное решение. Ну и кроме того, побочным эффектом является шаринг знаний внутри команды. О, можно оказывать такую функцию использовать. Ну, классно же. А задач, представляешь, сколько? Если ты будешь прожидать, когда 10 человек посмотрят твою маленькую задачку, это как бы долго. Окей. И значит, чтобы не отвлекаться на ревью, на всякие там пробельчики, скобочки и так далее, мы их один раз собрали в свод правил, в конституцию нашу, зафиксировали и используем активно очень линтеры. Они выполняются проверки на pre-commit hook'е. Естественно, проверяется только div, изменений, и мы используем очень популярное решение JS hint. Это для статического анализа. Но это мы все знают, не имеет смысла рассказывать. Дальше мы используем индексовые поделия, очень хорошие. это GSCS для как раз проверки код стайла. И расчесочку, расческой причесываем CSS, и тут мы дали ссылки на собственно и доклады в том числе. Про GSCS клевый доклад Олега на одном из субботников был у нашего коллеги. Тут пример правила, типа запрещаем в блоке пустые строки, не нравятся нам пустые строки лишние. И пример там плохого кода, хорошего. Расческа. Также видео с докладом. И пример там некрасивого с непонятными правилами в непонятном порядке. И красивого протесанного CSS файла. И минутка рекламы. Если вы часто делаете презентации и вставляете примеры кода в вашей презентации, то скорее всего вам удобно было бы использовать какой-то генератор картинок, как мы это сделали. И сделали этот генератор очень клевые ребята из нашей команды SRC, TUMG называется. То есть на вход ему даешь код, выбираешь красивую цветовую схему по своему вкусу и получаешь картинку и скачиваешь ее с себя. Реклама закончилась. Итак, значит, после того, как мы прошли пол-реквест, подали пол-реквест, прошли ревью, поправили там что-то, наступает этап тестирования. Мы используем юнит-тесты, пишем активно. Также у нас есть интеграционные тесты и ручное тестирование. Привет, Юра. Юнит-тесты. Пишем, стараемся на самые важные части точно покрывать. Используем Moco, Chai, Sinon, Phantom, я думаю, все знают примерно, что это. И зачем? Пишем тесты на клиентский JavaScript, на серверный. И помимо этого еще недавно запилили клевую штуку тесты на верстку. Тут клевый доклад вообще классного нашего коллеги про Gemini, про тесты на верстку. Как это работает? Есть grid в селении у меня, который делает скриншоты в любом в принципе браузере. Там есть, конечно, проблемы немножко с мобильными, вроде как, но все решается. Берется эталонный шаблон, там скриншот, сравнивается с вашим и вот таким красивым розовым цветом показывается div, что изменилось. Вот пример такого скриншота на экране. Дальше есть интеграционные тесты. Их пишут наши тестировщики. У нас также большая команда, где-то порядка 20, наверное, да, Юра? А в разных городах тоже у них есть собственное написание инструменты для автоматического тестирования. Все тесты прогоняют селением grid на разных браузерах, то есть эти браузеры умеют прям имитировать поведение пользователя, вводить тексты, жмякать на кнопочки, проверять ссылочки, прокликивать. Тесты мы эти гоняем, когда полреквесты подаем, а также когда релизы, регрессим. Кроме того, каждую ночь запускаем тесты в деве и называем их ночнушками. Результат, например, выглядит так. Тут не очень видно, конечно, но там съехала немножко поисковая шапочка, точнее, стрелка. Ну и импут тоже. И тут видно этапы, что происходит. Логинится браузер, набирает какой-то текст, нажимает на кнопку, начинает нажимать на крестик. То есть полностью можно имитировать поведение пользователя, что очень клево и круто, я считаю. И есть еще ручные тестировщики, мы их очень любим, они такие лапочки, ручные настоящие тестировщики, живые, которые, к сожалению, все равно мы от них не можем никак уйти, потому что не все могут браузеры прокликивать там роботами, и не все можно покрыть ими тестами. Нужен человек. Все тесты мы гоняем с помощью TeamCity, то есть наш Continuous Integration это все, TeamCity все наше. ну, уже был этот слайд, значит, и Женя уже рассказала на самом деле про него, мне нечего добавить, наверное. Окей, TeamCity создает тестовый бет, автобету, прогоняет все наши юнит-тесты, и мы автоматизируем с помощью TeamCity вообще вот настолько много, что просто нет предела этому, в частности, всю релизную деятельность мы автоматизируем. Итак, сейчас у нас релиз раз в неделю, нет, уже нет, уже раз в три дня, еще недавно были там раз в две недели, в три, и вот теперь мы добились вот таких цифр, это клево, но хотим еще чаще на самом деле. Релизный процесс почти полностью автоматизирован, то есть время от времени, вот раз в три дня отводится релизная ветка от девы, собирается список задач, которые попали в релиз, создается автобета, где выложена релизная ветка, и на нее натравливаются регрессы, автотесты. Окей. Все это делает релиз менеджер, там, кликнув на две кнопки в TeamCity, и от нас, в принципе, ничего не нужно, но иногда что-то ломается, и в дело вступает дежурный. У нас много ролей есть дежурных, первый это релиз инженер, который помогает чинить, если что-то ломается, потом есть человек, который разбирает баги, найденные в релизе, это очень серьезная роль, потому что нужно чинить баги как можно быстрее, чтобы быстрее отправить релиз в продакшн, дальше есть человек, который чинит баги, которые только нашли в деве после ночнушек, и тоже нужно очень быстро реагировать, часто легко найти задачу, которая вызвала баг, и в принципе у нас действуют правила отката, если баг не удается в течение пары часов починить, мы эту задачу просто отрываем, которая вызвала его, и тем самым добиваемся больше стабильности дела, то есть бага нет. задача возвращается автору обратно. И еще есть такая роль, как дежурный по старым багам, этот человек чинит большой такой пул багов, которые нашлись когда-то, не успели починиться, признали, что их не очень критично, но чинить все равно нужно. Все дежурные выбираются раз в месяц, у нас длится дежурство целый месяц, у нас даже есть маленький сервис для выборов, сами написали, радуемся, и стараемся, чтобы эта почетная участь накрыла каждого из нас, ну, примерно с равной чистотой, да, чтобы, во-первых, узнаешь на дежурстве много, но оказывается мы запили колдунщик формулы 1, да вы что, правда что ли, я не знал, это очень интересно. В итоге, мы рассказали не так много, на самом деле, ничего такого сложного, все это прожито нами на собственной шкуре, пролито много крови, и никакого rocket science нет, вы все это можете попробовать, если у вас есть проблемы с процессами, с чего начать. Так, не тот слайд, вот с чего начать. То есть, ну, если, например, вы живете еще в Освене, вы можете уже переехать на гид, ну, или там на что-то более приличное. Вы можете проводить в своей команде код-ревью, это точно совершенно несложно, и приучать друг друга проводить этот код-ревью. вы можете начать писать тесты, если вы еще не пишете эти тесты, юнит-тесты имею в виду. Да, сначала будет что-то не получаться, но чем больше вы их пишете, тем лучше становится ваш код, и тем больше вы понимаете вообще, как работают юнит-тесты. Также вы можете выбирать дежурных, как мы, то есть если у вас действительно большая команда, дежурные необходимы, потому что большой пул багов чинить кому-то одному всегда, это действительно тяжело и демотивирует. Итак, что же получилось у нас? Стабильный дев, он действительно стал стабильнее за последние полгода, точно. Мы научились чаще релизиться, не хотим на этом останавливаться, хотим раз в день, каждый день, как делают многие известные команды. Мы увеличили автобусное число и хотим его еще больше увеличить, я надеюсь, и научили концентрироваться на действительно важных задачах, отметать менее важные и быстро их решать как можно быстрее. Спасибо, что заслушали до конца. Ну и наши контакты. Все, вопросы, если есть. Вы сказали, что вы имеете время релиза, недели до трех, вы рассказывали про методологию разработки, вы называете это как-то философию agile, мы используем скрам или канбан или что-то расскажу про скрам. У нас команда, те маленькие контуры, про которые я говорила, они выбирают схему, по которой работают сами. Есть команды, которые по-настоящему скраму работают, есть команды, которым не совсем это подходит, ну в силу специфики. То есть да, кто-то использует, кто-то нет. А как вообще композиция проходит? То есть вы раз в год останется большой парня, потом получается разбивается на какие-то мелкие задачи и мэти подведется в жире по мэриону на джайл воркун, в котором вышли гейпотер. Спасибо. А вот в продолжение вот эти контуры, они географически в одном месте находятся? Нет, команды сидят, то есть в одной команде люди из разных городов обычно. Интересный вопрос по поводу дежурных, да, очень такая прикольная идея. К примеру, я знаю, что вот эту фичу реально делал вот этот инженер, да, и что скорее всего, что Бак поправит он гораздо быстрее, чем, например, это будет дежурный, да, то есть вот такой вот ситуации, как вот Лита, наверное, будет разбирать, кто будет эту фичу Ну вот мы так долгое время жили, то есть Бак с тем фичиком, которые дольше всего работают, типа там пара человек, которые дольше всех работают, их все знают, тестировщики их знают, все менеджеры их знают, конечно, Вася починит быстрее, но это неправильно, потому что только Вася, во-первых, это демотивирует Васю, бедный он вообще, сколько можно чинить баги, я пойду уволюсь, пойду там, не знаю, в стартап. Тот человек, который эту фичу не делал, пускай же он ее не справит, то есть если он все фичи делал. Смотри, вот прям сейчас, если в баг нашли, вот он только что влит, да, баг отправляется автору, либо откатываются, и опять же отправляется исходная задача автору, что типа переделай, вот есть такой баг в ней. А если нет? А если это старый баг? Если это старый баг, то это чинит дежурный по старым багам, то есть ну непонятно, откуда он вылез, там. Дежурный на те баги, которые непонятны. Да, если дежурный месяц там, да, понапрягался прям активно на этих багах, размял мозг, и вновь попадаешь в какой-то контур там по другим задачам. И сам начинаешь плодить баги, да? Да. А следующий еще не сейчас. А еще вопрос. Значит, у вас, ну итерация получается неделя, да, это у всех команд или… по скраму нет, не делают. они, наверное, код-ревью больше используют, да? Код-ревью используют все. И тогда вопрос какой? То есть, какой, ну вот там, минимальный, максимальный размер там кода под-ревью? что-то… нет, нет, вообще… А если, если он там билет, не те… А если, если он там билет, если он там не те… Но ведь, чем больше… Это возобновление разработчиков. Понятно, чем больше код-ревью, тем больше надо потратить времени и ревью. Там, ну, у вас нет никаких ревью? Это нереально про-ревьюить. Пока человек не объяснит вообще, в чем суть изменений. Но тем не менее, вы никаких лимитов не вводите. то есть, например… это как раз важнее, большие задачи важнее ревьюить. Правильно, Я имею в виду, что более мелкие… на ревью отдавать более мелкие порции. То есть, обязательно, как бы там сказать, не больше там… Нет. 200 строк. Нет. Нет. И последний. У вас было когда-нибудь, что ревью занимало очень много времени. Постоянно. И как вы с этим боретесь? Это наша прямая связь. Менеджеры продуктовые понимают, что, да, нам нужно закладывать время и на ревью. И, да, это значительную часть времени рабочего отнимает. Ну, и еще у нас есть фильтрик в джире, дешбордик точнее, на котором по разработчикам количество задач на ревью. Если ты видишь там, что у Пети 10 задач на ревью, я не буду звать Петю, я позову маму. Маша, у нее одна задача. А количество отрибленных там бы как-то не было? Нет. 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 это хорошо. Нет, не было. Да. И? Так, еще раз. У меня вопрос по дежурным. Вы говорили, выбираю все на месяц. Человек, который фиксит ваги старая, он целый месяц 100% рабочего времени уделяет? Да. Это не слишком целый месяц. Это не нужно. А то дело, когда ты 50% времени вообще всегда, каждый месяц тряешься на старую ваги, и только там 50% в лучшем случае на что-то новое. Это всегда демотивирует. Когда ты не делаешь ничего нового, чинишь только ваги, это плохо. Лучше один месяц в году дежурить, чем постоянно все бы занимались этим. Автобусное число, вы сказали, его увеличили. Какое оно сейчас у вас? Не знаю. По разным. По разным оценкам, да? Темам, я думаю, что три. Три? Ну, наверное, да. Смотря по каким темам. Да, все-таки у нас остались темы, которые не покрыты вот прям не все разработчики в курсе. То есть, инфраструктурная команда, она достаточно мала, и там их сейчас, по-моему, четверо, да, и другие разработчики, скорее всего, не смогут их заменить. Ну, вот прямо сейчас, пока не вольются. Они друг друга заменяют, в принципе, почти полностью. То есть, вот три-четыре. То есть, кто-то из них уходит в отпуск, ничего не падает. Три-четыре человека, это, которые полностью в этом проекте и в любой схеме, в рейтинге. Нет, в инфраструктурной арте у нас есть выделенный контур, занимающийся автоматизацией, например, управление автоматизацией, TeamCity. А так вот, именно вопрос, наверное, про топ-сное число, про дублой, да? Дублой, оно выше, мне кажется, чем три. оно значительно. Я думаю, что... Сильно выше. Десять, не знаю. Наверное. Всяко. Да. Да. Сказали про тесты и пишет тот же, кто пишет код? Да. А есть какие-то требования по покрытию кода? Ну, код должен быть покрыт настолько-то, чтобы... у нас есть станку, штука, которая... Которая мерит покрытие, покрытие, но мы приключили, по-моему, только к серверным шаблонам. Какой-то минимальный порог. Ну, в смысле, не покрыл тесты? У нас нет такого прям жесткого... Если задача элементарная и там нет необходимости покрывать ее тестами, мы не будем плодить их лишнее, потому что это только замедлит сборку и ничем как бы хорошим не грозит. Если... Ну, то есть обычно на ревью уже решается, достаточно ли тестов или недостаточно. То есть мы ревьюем и тесты тоже. Много разработчиков пишут код вместе с тестами? Да. Мы все. А, на самом деле... Ты делаешь фичу, ты полреквест опять добавишь. Нет, это... Ну, можно сначала фичу написать, а потом тест. А можно как бы во время... Ну, очень редко у нас есть правило, что задача пишется вместе с тестами. Твой технический долг – тесты написать. Да. Бывает, если менеджер просит очень срочно что-то выкатить. Завтра катим, надо... В целом, мы пишем... И вот, кстати, насчет парного программирования. Сегодня... насчет парного... Насчет парного... К сожалению, нас пока не развиты, не был врач. Но мы хотим... А не могу ли код-ревью заменить темп? Вот это трудно. Как я с Денисом в Минске, я в Москве в Минске. А, ну... Так можно ехать. Это был... Открытый вопрос. Это дальше... Мы расскажем, мы учим. Есть такая теория, что когда... Ну, парное программирование, оно не менее эффективно, чем код-ревью. Потому что там нет переключения контекста, там нет всяких каких-то... Да, это очень эффективной штук, но мы не успели... Типа, е-мое, мне что-то отревьюить надо. Это, кстати, наши планы на год. Ну, вы вопрос скажете. Хорошо. Нет, можно вычить вопрос? Скажите, а вот вы сказали, что вики пишете, да, на нас в Украине. А вот есть ли... Ну, выработались ли какие-то интересные моменты, когда вы уже знаете, что вот на эту штуку надо именно вики написать, а на что-то можно и не писать? Я, может быть, совсем... Корректно рассказала про вики. Там не пишется прямо документация кода. Документация кода мы стараемся писать в GSDOK, как бы это отдельная сущность у нас. Здесь пишутся какие-то регламенты, здесь пишутся какие-то технические подробности про то, что мы делаем. То есть, да, если ты взял какую-то задачу и там есть тема, которая тебе не ясна, и ты не нашел ответа на нее вики, но нашел там у других сотрудников, вошел, не знаю, куда-нибудь в бэкэнд, у них узнал что-то, вот эту информацию мы фиксируем. То есть, да, мы вот это вспоминаем. Такая общая память. Память назад на бигдате был доклад ЕПАПа по именно рекомендации на сервисе написали. Ну, типа этого. И вопрос, именно где пишется движок, ну, то есть, экспертизу, где можно узнать, ну, то есть, там, машинленин, бигдат, ну, именно, что выдавать в этот поисковый запрос? Нигде. Это коммерческая тайна. Так, мы какую-нибудь шутку заготовили, если не знаю. Если не дает ответ на вопрос. Короче, нет, нет, нет. Мы выступаем в рабочей сетописи. Я не знаю. Они это сбывали. Мы здесь черные сегошки гоняем. Последний вопрос. Где вас найти? Ну, вот. В Москве. Нет, нет. Я так далеко не поеду. Мы завтра ран утро уже. Быстро не уйдем. До утра я успею. Вы сейчас не убегайте. Все, хорошо. Да. Конечно, нет. Есть еще вопросы? Если не успели выпустить реестрить, а ну, пайки были, ссор, пакут, или там нет. То реестр менеджер приходит и плачет. И бьет нас плеткой. Да. И не пускает домой. Что дальше? Если будет расширение, да так? Ну, да, задерживаем. Нет, это не значит, что-то будет расширение. Мы выкатываем релизы тогда, когда они сходятся. Сейчас получается так, что нам удается сделать так, что релиз сходился раз в три дня. Это средняя цифра. Получается, что вы делаете, есть деппетка, делается отдельный прайс, который релиз, и потом он вливается в деппетку. То есть пока релиз не закрылся, но вы не открываете. Нет, мы не можем выбрать релиз. Такое бывает иногда для хот-хот-хот-хот-хот фиксов, когда там одна суперзадача там. Окей, а оттуда вы откатываете задачи, которые вы знаете, на баги учились. Из дема. Дем должен быть стабильный. А, и потом оттуда снова тяга. Иногда очень редко. Мы из релизной ветки откатываем, но это прям нонсенс. Это когда, например, менеджер что-нибудь перепутал, и мы не катим еще вот эту фичу, оказывается. Время еще пока откатывают, еще могут влиться. То есть как бы растает ход постоянно. Да, поэтому мы стараемся так делать. То есть есть какой-то ход фриз? То есть там маленький, допустим, день, или нет? Нет, никакого ход фриза. Окей, а кто нажимает по релизной кнопочке? Автор с задачей. Автор с задачей. То есть можно все равно сплевать? Можно. Да, да. Все на честном слове. Ну, все, да. Никто не в кого там. Не проверяет, нет там ментейнер, вот это вот все там. Только с его позволения я сделаю вот это вот. Все на вашей совести. Да, и все, я закончила. Спасибо большое. Спасибо всем.